Эффективное решение одной из главных проблем ЖКХ – прозрачности начисления коммунальных платежей – предлагает умный счетчик. Тест технологии, разработанный совместно с компаниями Huawei и Большая Тройка, провел Мегафон. Специальный прибор позволяет снимать показатели дистанционно и учитывает потребляемую энергию всех видов ресурсов. Здесь представлен комплекс системы, работающей на базе технологии NB-IoT, устройства сбора, а также передачи данных посредством GSM-модема и, конечно же, счетчики. Учитывается не только объем затраченной электроэнергии и израсходованной воды, но также риск протечки. Отследить данные можно будет элементарно при помощи специального мобильного приложения. Снимать показатели вручную больше не придется. Насос, установленный в демонстрационной стойке, запускает напор воды, и данные счетчиков тут же преобразуются в открытую и доступную таблицу на экране. Технологии IOT или Internet of Things – интернет вещей – используются уже в самых различных сферах нашей жизни, ну а теперь пришла и в ЖКХ. Установка таких приборов позволит предприятиям, управляющим компаниям, да и просто собственникам квартир повысить эффективность использования энергоресурсов и открытость системы начисления коммунальной платы. Я уверена, что данное решение, которое с коллегами мы сегодня презентуем, оно, безусловно, станет еще одним шагом по повышению эффективности управления жильем и, в общем-то, повысит нашу с вами платежную дисциплину. Подключить прибор можно к практически любому счетчику, который выпускается в настоящее время. Досконально подсчитывая энергозатраты, само устройство потребляет совсем немного, может работать до 10 лет без замены аккумулятора. Когда мы говорим о технологии MBOT, она на сегодняшний день самая менее потребляемая из всех текущих, соответственно. И еще один важный момент, что эта технология имеет высокую пропускную способность. Там, где у нас не работает сигнал GSM, это колодцы какие-то, это теплосети. Да и мы очень часто видим, когда в доме мы подходим, там, где у нас стоит прибор учета воды в стойках, там не всегда работает GSM. Вот эта технология там 100% работает, потому что у нее пропускная способность больше. Решение проблем ЖКХ управляющим компаниям, ресурсоснабжающим организациям и жителям ждать недолго. Запустить пилотный проект Мегафон планирует уже в этом году. На самом деле мы планируем запустить в коммерческую эксплуатацию это решение в 2017 году. То есть где-то в середине 2017 года мы запустим несколько пилотов, о которых будем уведомлять вас. И к концу 2017 года, я думаю, что у нас уже будет запущено по ряду регионных решений. Пока регион, в котором будет реализован пилотный проект, не определен. Однако предложение от управляющих компаний протестировать технологию звучало немало уже на презентации проекта. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».